Вы находитесь на отверстие Слово и Важности. Соблюдайте правила безопасности. Ну а тем временем мы продолжаем двигаться дальше. Сейчас прошли отметку. Над нами уже 60 метров, 65 точнее метров, горы Таврос. Вы представьте масштаб самому по себе вот этого, все что нас окружает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Жутко, жутко, жутко интересно. Мы сейчас находимся, так сказать, в транспортной паттерне. И как вот только что мне сообщил аудиогид, это было одним из самых таких сложных участков данного сооружения. Он располагался в очень твердом грунте. Распроектировать и правильно сообразить, как делать его было важно, важно, необходимо. Сама по себе паттерна имеет полукруглую форму. Это не просто так, потому что было так удобно ее построить. А все это специально рассчитано для того, что если по коридору будет двигаться ударная волна от ядерного взрыва, и ее изгиб должен гасить сам по себе ударную волну, сам взрыв. А тем временем мы уже на глубине 126 метров, а над нами скала Таврас. Продолжение следует... Мы вышли на открытую площадочку, где нам предоставлены различные костюмы, которые применялись, подводная лодка, разведывательные и другие экспонаты. А если обратили внимание, с другой стороны натянута такая вот маск-сеть. Она не просто потому, что там какой-то ремонт или еще что-то. Она применялась и в то время, когда здесь проходил ремонт, здесь передвигался другой персонал. С той стороны находился сверхсекретный объект, который нужно было, чтобы другие, так сказать, видели его. Но, как сообщил нам Аудиогид, мы сможем посмотреть, что находится с той стороны немножко позже. А вот здесь вот когда мы вышли из Патерны, гораздо... А вот здесь вот когда мы вышли из Патерны, гораздо... По прохладнее, чем было там. Здесь непосредственно вода, по ней передвигались лодки, заходили с одной стороны горы Таврос и выходили уже в открытом море. Или наоборот, заходили со стороны моря, продолжали ремонт и выходили с другой стороны уже совершенно. Враг был дезориентирован, как так происходит. Есть лодка, заходит, вроде идет в скалу и пропадает. Но наши гениальные умы изобрели вот такой вот объект, который позволял подводной лодке зайти бесследно, отремонтироваться и выйти. Могли и умели. Вот эти ворота, это еще одна часть, так сказать, этого сверхсекретного объекта. Но пока местная, к сожалению, находится на реконструкции. Может быть, когда-то и мы увидим, что там за ними спрятано. Самое, что интересно, это сверхновый музей, так сказать, высокотехнологичный. Он открыт буквально вот-вот пару лет назад. До этого, при Украине, в 2014 году он был разворован, размародерен. К сожалению, увы, от музея совершенно ничего не было. Южный выход из канала. А вот сверху навесы, это специальная защита, на которой сверху располагались макеты. Там какие-то домики стояли и прочая всякая бутафория, которая маскировала это место. И вот, ребята, представьте, только масштаб. Там за поворотом даже не видно, где мы начинали свою дорогу. Вот так вот потянули. Потихоньку мы и обошли сам по себе, так сказать, этот док. И вернулись с той стороны, со стороны ПТРН. Вот мы буквально заходили. Сейчас мы попадаем в сверхсекретное.